Где? Выбирать себе невестят русский трамфрау. Сегодня супер партия Россия, которого нет ни где, я не десантника. Выбирать меня в парк, посмотреть фонтан. Если есть какие-то вопросы, давайте говорите. Здравствуйте, меня зовут Роман Александрович. Скажите, пожалуйста, в полицию попал как-то танкист, но он же не участвовал в операции. Это есть такая тема. Не успели вырезать. Дело в том, что все полиция, это то, что мы пересняли. Должны были в мае выйти карте, мы потратили еще, ну как мы, они потратили кучу денег. Вот я их тратил, они мне давали. Но я не украл, к сожалению. И еще один вопрос. Судя по всему... И это мы пересняли, и там танкист езжал в этот, в дом, стрелялась. Я потом когда-нибудь выложил эти сцены. Он стрелял в дом, дом горел. Из танка вылезала девочка. В общем, там что-то сумасшедшие люди, сценарии. Понимались? Еще один вопрос. Вырезали, потому что это была, знаете, такая экшн-комедиа со спецэффектами, а чувств не было. И мы сняли весь этот полицейский участок, мы это дописали буквально там за две недели, придумали сценарий. За три месяца, блин. И пересняли, и за две недели потом. Мне кажется, что стало, ну, фильм выше на две головы стал, потому что все, что в полиции происходит, ну, судя по вашей реакции, вообще, это очень классно. Была пиротехника, вот, и от пиротехники до конца. Финальный кадр был у нас снят, вот ночь мы пересняли немножко. Но это нормальная практика в Голливуде, так все эти вот, в советское время они дальше делали. Переснимают, доснимают, поэтому... А вот наши ребята почему-то не делают. И так и выпускают то, что это хорошо выглядит. И, судя по всему, фильм был навеян «Любовь и голуби», да? Потому что есть очень много лирических мелодий и какие-то кадры похожие. И сказал, что ему понравилось. Похлопал он. Это для меня вообще такая просто... Такая благоразная жизнь. Как то или похвала, или как это сказать, ну, прямо вообще. Мне прислал видео кто-то, он начал тоже хлопать в конце титров. Не потому, что Светлаков недалеко, а Светлаков. Где он сказал, что талантливо и смешно. Ну, конечно, нам не угнаться за «Любовь и голуби», мы просто... Если чуть-чуть удалось это почувствовать, для нас это большая приятность. Мы ориентировались на этот фильм, конечно же, как на шедевр. Да. Вот. Давайте. Какой марки был танк? О, я не знаю. Это не танк. Это Нона была. БФД. То есть это была Нона. Это машина десанта, видимо, по-моему. Я могу напутать, извините. Но это была Нона, это не танк. Мы вот там, конечно... Там танк не приехал. Мы ездили по Новороссийскому, и там просто колонна танков. Т-90 едет и все. Я говорю, что вы? Где наш танк? Он приехал только с третьего раза вообще там, конечно. Там примерно вот такой, как парень, который за столом сидел, гуляет. И из Германии, да? Он такой же был за рулем танк. Потому что эти ворота ломали в этом гольф-клубе. Все. Очень много случайностей, которые спасли. Фильм, помогли. Я все придумал, что гопники должны были побить Гельмута и сделать ему, выбрить чук и усы нарисовать. Но это я придумал, блин, четыре дня назад. Друзья, вот здесь микрофон. Давайте. Сейчас одну секунду я принесу, чтобы все слышали. Долго будет, говорите. Бюджет фильма какой был? О, кошмар. Бюджет фильма какой был? Я не знаю. Бюджет, наверное, около... Что, мне вообще не интересно. Это эти, которые в Германию был я там... Бюджет фильма, я не знаю, можно ли это говорить, около 100 миллионов. То есть надо там собрать сумасшедшие какие-то деньги, чтобы выйти вновь. Парнировался 60, но они еще потратили 30. Но для меня это счастье, потому что если бы с тем финалом было бы не так, конечно. Александр, у нас еще вопрос. Да, 60 было 30, а бюджет 100, да? Вот это с российской среды 50, где-то в Подмосковье лежит. Раз? Нет, у нас этой схемы нету, мы не умеем воровать, но, по-моему, просто есть что-то между... Да, вот, по-моему, там были эти люди в цепочке. А, Станислав, скажите, почему у вас... Ну, жилетка черта была. А, такси уезжал, я за рулем. Жилетку дрону была такая. Это мой малобюджетный фильм «Сто лянов». Я побоялся, что не смогу справиться с режиссура, если буду еще думать об актерстве. А так я там не мылся, а спал под деревом. Да, еще вот здесь вопрос. Подождите одну секунду. Так смешно, я посмотрел на вас иногда прям, кто-то когда... К сожалению, вопрос мой уже был задан. Я думал, что жилетка этот талисман как раз, Георгий Дронова. Да, а вы просто ответ-то решили сказать. Да, мне дали микрофон, спасибо. Вы должны быть тогда так начать. Нет, правильный ответ такой. У нас есть вопрос с нашей стороны. Давайте, говорите. Мне 30 летать. Добрый вечер. Возможно, сейчас будет глупый вопрос, но мне стало интересно. Была сцена с пейнтболом. Вот шарики, они были настоящие. Просто я знаю, это очень больно и вообще... На последнем дубле они были настоящие. Они... Не получалось сделать сцену. Я попросил зарядить настоящими. Там было два чувака, которые пейнтболисты. Они стреляли. Я вижу, вы метко стоите, да. Не получалось сцены. Я говорю, пойдем. И они... Я говорю, заряжайте настоящими. Я поставил их на стременку. Придолбите по ним. То есть там были ружья холостые, типа, и актеров не предупредил. И они очень быстрые. Там эти эмоции настоящие. Спасибо Наташе Порошенковой, которая играет эту девочку, которая ходит с магой там на скале. А это как она, опять же, терпела. Кадр отдельно снимали. Я говорю, Наташа, надо по заднице иначе. Без защиты, без всяких специальных костюмов. Там, наверное, синяками написано. Слабо. И надо отправить сам себе режиссер. Вот. Но они забежали в дом. Я говорю, все, стоп, снято. И там такой мат вообще. Все. Ну и они молодцы. Они доиграли до конца. Ну... Да. Можно просто кричать. Да, говорите. Кому было в роли режиссера? Ну, страшно, но времени поломало. Поэтому не успевал побояться. Но вообще... Ну, у меня была серьезная команда. И оператор-постановщик. И второй режиссер Мария Шклеревская, которая сейчас переработала на литинге. На больших масштабных проектах. Они сейчас смотрят нас как на дебилов. Но потом стали поняли, что мы вроде тоже что-то понимаем. И... Ну и, конечно же, сценарий был, ну, достаточно хороший. Мне осталось только его понятно сделать. Вот. И, в принципе, видно. Что-то получилось, что-то хочется еще переделать. Но времени у меня нет и денег нет. Но, вообще, конечно, было страшно и приятно. Но хорошо, что я долго терпел и не снимал. Ну, я, на самом деле, много снимал классов. Где-то с первого курса института. Просто вы это не видели, и слава богу. Что? Александр Латон, главный герой. Командарик сценарий. Я покажу, что он сам сюда дом. Кого? Дом. А, дом? Не, ну, он же сказал по страховке. Не, не остались там, все. Деньги сгорели в том доме, все. Немец настоящий. Но он, по-моему, он рожден был в Швейцарии. Это актер. Но он живет в Берлине. То есть, это настоящий немец. Он вообще не понял по-русски. Мы, естественно, фашули на площадке. К концу съемок начал говорить по-русски. Он говорил славу вам. Он говорит, спасибо мне до сих пор. Он снимался у Федора Бондарчука в Сталинграде. Он говорит, спасибо. Он в России периодически снимается. Он говорит, я уже не могу играть нацистов. Я не могу убивать людей. Он очень веселый, талантливый человек. Уже очень, даже окончание уже. Просто за полтора месяца человек выучил русский. У него куча заметок было. Я приходил иногда в 8 утра. На флешет новый текст. И он говорит, fuck, fuck, шайзер, шайзер. Я говорю, все импровизировали. Там вот эти шутки. Типа Стас Михайлов. Что там, Стас Михайлов нельзя. Это все импровизации. Там много было. И он сидит, ждет, молчит. Я говорю, что ты молчишь? Говори свою реплику. Он говорит, так они же не горят. Там были сложные слова. Да, говорите. Здравствуйте. А куда ты вторая часть? Ну, на самом... Но... Настолько это плохо, ребята. Я... Шок не получилось. Вот, да. Я... Большим уважением ко всему коллективу. Я сам всегда был противником. Но буквально неделю назад мы со Светом случайно придумали вторую часть. Спасибо. Ну, я говорил, что это невозможно. Потому что история однодневная, условно. Она началась и закончилась. Ну, про что это старая часть? Ну, это уже будет повторно. Не хочется повторяться и просто так вас обманывать, чтобы вы шли с освещением первой части и отразление, или что за фигня. Вот. Если... Если этот фильм заработает, ну, не знаю, там... Если не заработает, имейте в виду, что там куча кинотеатров, отчисления процентов, там, не знаю, бокс-офис должен быть, наверное, порядка 500 миллионов, чтобы взять вторую часть. Но мы придумали очень смешное продолжение. Но... И я что-то загорелся, но мы не стали его даже записывать, потому что я боюсь, но не висселенную. Хочется, чтобы вот с этим все хорошо было. А дальше старайтесь посмотреть все. Если, опять-таки, если будет все хорошо, продюсеры скажут, да, все делаем. И будет зависеть от того, какой сценарий мы напишем. Может, он не напишется. Тут просто очень, ну, чудом совпало и актеры попали. Шуток, шуток, шуток много. Да. Александр, спасибо большое за фильм. Вам спасибо. И, пожалуйста, снимите тогда в Воронеже будет второй ваш фильм. В каждом городе, мне сказали. С удовольствием выделяйте деньги. Мы снимем, мы еще построим маленькую церковь, вот. Чтобы отмолить ее. Интересно, где они снимали вот так часто? Ну, в общем, видите, тут дело не в том, что снимите где хотите. Все зависит от истории. Есть история, есть конфликт, да, с ними. Есть идеи очень классные. Ну, возможности их реализации все меньше, потому что люди все меньше ходят в кино. Ну, сейчас и фильмы часто плохие выходят, да. И очень сложно, это очень сложный и тяжелый бизнес. То есть, два года жизни не тратишь и ждешь потом, затоим дыхание, что будет. То есть, а хочется же еще и, как бы, с женой иногда. Да, с женой иногда что-то поснимать. Сколько килограмм поправилась девушка? Какая? Ира? Да-да-да. Вы имеете доктора молодую девушку? Да-да-да. Поправилась в смысле? Во время съемок? Ни на сколько. Ну, постоянно ела? Нет. А-а-а. Нет. Ну, она нормально. А потом нет. Это с майонезом просто втражает. Она четыре раза съела это. А-а-а. Ну, что вы? Она ела и... Я один раз все заставил, ну, жевать. Ну, не глотать. Я говорю, не глотать все. Ну, я думаю, надо было все-таки до конца все. А-а-а. Там истерика была на все-очем площадке. И вот эта шутка с таджиком, шутка с гостем из Азии, она не срабатывала. Ну, тоже. Он криво сказал, да, там была шутка на то, что в Европе арабам дают деньги, а нам не даете. Вот, это тоже все на площадке придумали. У нас просто, мы с ума сходили с Светлаковым. Он сидел уже все в шесть утра, скоро солнце встает, ну, зайдет и все. Мы не сможем снимать. Очень дорого, ему понимают, что нужен диалог за столом. И все, давай ему это. Я говорю, скажи, типа, че вы так под Америку легли? Он говорит, а че вы под Америка гли-гли? Гли-гли. Гли-гли-гли. Гле-гли. Гли-гли. Реально, один в один, как в нашей Раши. Просто мы с ума сходились. Единственное, что произносимо, когда-нибудь я наберусь терпение, выложу на анализ. Ну, она не будет классной. Потому что, ну, если ты можешь рассказать историю, там, за час тридцать, то вот зачем тебе рассказывать ее за два часа? Диалога, я люблю все. Если вы хотите, я выпущу, но говорите, что она режиссерская, это нет. Ну, то есть она не режиссерская, она просто сценарная, что ли. Возможно, мы как-нибудь, типа, мы можем выпустить, допустим, на ТНТ две части по часу, например. Там есть смешной диалог еще у этого с немцем. У немца и у Димы Николи, например, Лешку играет, они там идут, о России разговаривают. Ну, есть весы, но я когда все-таки смотрю, думаю, что все-таки мы правильно вырезали, мы по чуть-чуть, по чуть-чуть снимали. И, блин, ну вообще чудо, что мы такие бездари, у нас это вроде получилось. Ну, значит, это все-таки в этот цвет, в Якубе, где-то еще можно будет вырезать? Ну, какие-нибудь я штуки могу разместить, да, на аккаунте. Да. Я могу просто отдельно повыкладывать что-то интересное, но не знаю. Самое главное, если вам действительно понравилось, вы где-то репостните и скажите об этом, потому что реально никто не верит, все думают, что это очередная чушь, а, по-моему, это... Не очередная, но это да. Спасибо. В Германии пока только пойдет в октябре, по-моему, и специально для Германии мы сделали другую версию. Там с немцами уезжает Светлаков. До Европы там, они сразу на барад едут, ну, на другой парад. Интересно, да? Все говорят, что в России геев зажимают, да? Смотрите, они им там парады организовывают, да? Гораздо интереснее в России помогут, да? Каждый год вручать геям золотой граммофон. Поехали. Это уже другая выступальность. Так, говорите! Друзья, спасибо большое! Я, боехали, с левочками разбираюсь. Давайте Александра отпускать. так вот так вот у меня в доме спасибо большое спасибо очень приятно и просто что это стоит у меня конечно не записалось видео а мы повторим еще раз